Слава Иисусу Господу! Боже всемогущий Ты, Отец, а мы дети Твои. Благодарим Тебя за милость Твою, за спасение, за жизнь вечную. Боже наш, Ты наш учитель, наш наставник. Учи сегодня нас, наставляй нас, Господь, потому что без Тебя мы ничего не сможем сделать. Но с Тобой, Господь, мы сможем сделать все. Учи нас, Господь, благоставляй нас, наставляй нас, Боже, на всякую истину. Благодатство это пребудет с нами, Боже наш. Благостави, Господь, общину, церковь здесь собирающейся, Господь. Благостави, Господь, всех священнослужителей, Боже, всех членов церкви, прихожан, Господь. Благостави, Боже, всемогущий, весь сегодня Киев, город и Господь, как столицу, как сердце Украины, Боже, всемогущий. Благостави, Господь, по богатой своей милости. Боже, и здесь, в Киеве, Боже, на берегах Днепра, пусть проставляется имя Иисуса Христа. Боже, пусть Господь на улицах и площадях этого великого города, Господь, проставляется имя Господа Иисуса Христа. Потому что ни в ком ином нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Пусть, Господь, в этом городе богопознанием наполнится земля, Господь. Наполнятся сердца людские, Боже, всемогущие. Благостави, Господь, чтобы и на улицах, и на площадях этого великого города люди говорили слава Иисусу Христу. Слава Тебе, Господь наш. Слава и хвала. Боже, благостави, Господь. Боже, и сейчас, как Ты, Господь, снегом укрыл, Господь, весь город. Боже, смогущий также богопознанием, Боже, наполни весь город, Господь. Во имя Иисуса Христа пусть все познают Тебя, Господь, и малый, и больший, Господь. Боже, и прошу Тебя, Боже, сейчас благостави, Господь, всех любящих Тебя и Тебя боящихся в этом городе, Господь. Боже, но Ты солнцу повелел сегодня всем светить, и добрым, и зным в этом городе. Боже, и тем, кто знает Тебя, и тем, кто Тебя не знает еще. Боже, но пусть познанием Тебя наполнится эта земля, Господь. И прием благоставения, исцеления земли, Господь. Благоставен Ты Царь Вселенной. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Иисусу Христу нашему Господу, Богу Спасителю. Слава Искупителю рода человеческого. Аминь. Пожалуйста, присоединяйтесь, возлюбленные, братья и сестры. Всех вас приветствую и благоставляю имену Иисуса Христа. Слава Богу. Да, дорогие братья и сестры, сегодня здесь на благослужении я присутствую, но уже вечером сегодня я буду в Синской области, в городе Королевце. В Королевце, вместе с Асунаном, собираюсь поехать туда, в Королевец, и быть там три дня. Ну, сегодняшний, получается, день, завершение сегодняшнего дня. И еще два дня семинара. Понедельник, вторник, там в Королевце будет семинар. Есть ли у кого-то знакомые в Королевце? Я могу дать информацию. Ну, ладно. В общем-то, молитесь за эту поездку, пожалуйста. Молитесь за этот семинар, предстоящий там, в Королевце. И это будет для разных церквей этого города и района. Я там давно уже не был. Кто может, знает, кто не знает еще. Кто помнит, кто не помнит. Но в Королевце, в третьем году у меня было такое происшествие. Именно возле Королевца я попал в аварию, сбил мальчика, был за рулем машины. И ДТП, это трагедия, это Бог обратил во благо. Знаете ли, как бы и мне, и мальчику, и всем во благо. И всем нам, считаю. Потому что я был свидетелем воскресения мальчика, во-первых. Во-вторых, врачи были свидетелями чудесного его исцеления, сверхъестественного, в течение 10-15 минут, пока везли его с этого места, Лапшин, по-моему, называется. Это возле Королевца. Значит, как ехать в Королевец и с нашей стороны. И, значит, так вот, и пока везли его в Королевец, он пережил полное исцеление. Хотя врач скорой помощи, он, ну, кратко, но мне просто бросил такую фразу, что вряд ли он выживет, потому что травма несовместима с жизнью. Ну, он так сказал, по крайней мере, врач. Ему виднее, он специалист. Но то, что я видел, я уже рассказывал, как-то уже не раз уже рассказывал, что у него голова была сзади скрыта, просто-напросто кости разошлись, черепа, и там мякоть клокотала вот с этими костями. Но чудесно все срослось. За 10-15 минут, это фантастично. И в тот же день я слышал голос Божий, который говорил удивительные вещи. Я это свидетельствовал уже. И верю в воскресенье церкви с того времени, наверное, особенной верой какой-то. Ну, не моей верой уже точно, а уже какой-то сверхъестественной верой. Верю в воскресенье церкви. И вот с того времени я не был в Крыльевце. Проездом пару раз бывал. Ну, как, не заезжая, даже просто мимо проезжая. И, конечно же, вот проезжая то место, я просто Бога благодарил. И, скажем, как бы все так вспоминалось. А вот в этот раз буду в самом Крыльевце уже. И рассказывают, что это чудо имело даже последствия и для самого Крыльевца. Потому что некоторые люди покаялись там. Некоторые офицеры покаяли, гаишники, как мы их назвали, да, покаялись. Хотя они не были свидетелями вот этого чуда. Это было. Они приехали позже. Но они видели место происшествия. Вот. И по месту происшествия, по положению моего автомобиля, тормозный путь, вот, и мотоцикл, неподлежащий восстановлению, на котором мальчик сидел, все показывало, что летальный исход. Мне так, по крайней мере, гаишники сами сказали. Вот. А потом они видели здорового целого мальчика. Хоть бы что. Как с гусяя вода, знаете ли. И поэтому, как бы, это стресс, видимо, повлиял на хорошую сторону. Да, и после, значит, мы возвращаемся с Ассум Ивановым, возвращаемся сюда, в Киев. В среду уже снова буду досбор в Киеве. И в среду и в четверг приглашаю всех желающих, кто может, на семинар, который я буду проводить возле Киева. Это бравары. Бравары. Кто может быть, то запишите, пожалуйста, контакты. Я дам сейчас телефоны. Или вообще, на всякий случай запишите, потому что, может быть, вы сами не сможете, но кого-то можете пригласить. Может, кого-то вы знаете в Браварах, допустим. Это будет уникальный семинар. Там есть мишица Комнарада города Бравары. И в нее входит 10 церквей. И все они будут принимать участие в этом семинаре. То есть, они очень хорошо отреагировали. Это мое предложение. И я буду проводить семинар в среду и четверг вечером. 22-23, получается, февраля. Два вечера с 18.00 в Браварах по адресу Бульвар Независимости, 12-B. 12-B. Это школа искусств. Здание школы искусств. Там арендуется помещение для подобных мероприятий. Уже не раз уже. Мишица Комнарада. Вот это Бравары. В которые уходит 10 разных церквей. Разных динаминаций. Они проводят время от времени какие-то общие встречи. И иногда приглашают гостей. И вот в этот раз семинар буду проводить я. А потом в пятницу, в пятницу же, я думаю, по другому адресу. Не здесь. У меня нет другого адреса. Значит, будет проходить общая молитва. С 7 часов вечера, если не ошибаюсь. С 19.00. Телефоны даю, телефонный пастор Сергея Стома. Сергей Стома, он браварской пастор. Он координатор. И он отвечает за все это как бы организатор. Один из организаторов. Два телефона даю даже его. 050-508-8249. 050-508-8249. Это первый телефон. А второй номер. 098-704-2622. 098-704-2622. Пастор Сергей Стома. Так, и еще после того, после вот этого семинара и молитвы, в субботу будет у нас служение, собрание будет. Пока я так не услышал, все ли так будет, как я понял вчера, с беседой. Но я думаю, это будет на... Как называется район этот? Дмитрий. Отрадный. Отрадный. Отрадный, да, отрадный. На Отрадном уровне. Это территория предприятия, ЖБИ, по-моему, как это называется. Но телефон, я сейчас не помню, Дмитрия. Кто помнит, может, телефон Дмитрия? Отца Дмитрия. Ну, ладно. Как? Позже скажу. А, позже, да. Позже. Отец Олег скажет, да, позже. Телефон отца Дмитрия. Добрый. И, значит, и еще. Вчера, вот, с отцом Алексеем, кто еще у нас был на служении там в Королево? Отец Иван. Отец Иван? Да. А, а я не видел. Да. А, он спрятался. А, конспирация. В стороне, я понял. Не видел. Ну, ближе служить, при столу. Так. А, ну, на будущее отцы, братья. И вообще все присутствующие, на будущее. Если, допустим, вы знаете, что я там присутствую где-то в служении, да, вы как-то, ну, ручкой помашите хотя бы, как-то, дайте знать о себе. Мне интересно, потому что, ну, как бы, не то, чтобы группа поддержки, но, чтобы, как бы, видеть вас, чтобы вы здесь присутствуете. Поэтому не стесняйтесь, если что, даже там, если там, тысячное собрание, не постесняйтесь, там, группа порядка, или там, или кто-то, кто, ну, есть. Скажите, что я вот, вот, вместе с батюшкой. И вас пропустят. Потому что мне интересно тоже, чтобы мы были вместе, и, как бы, не видеть вас, что вы рядом, это очень хорошо. Мне это очень приятно. И вообще, это очень, что я должен правильно. Потому что, когда община, да, когда церковь собирается, даже если много разных церквей, когда мы вместе, это очень хорошо считают. И еще после, вот, да, вчера мы были на ДК Королева, это было служение духовных центров возрождения. Очень сильное помазание Божье было, и учение о Духе Святом, о личности Духа Святого. Скажу, вещи обычные звучали, казалось бы, которые мы в Библии читаем, и которые многие верующие, как бы, уже много лет знают. Но эти истинные откровения, они, скажу так, ну, меня лично потрясали. Когда человек, знаете ли, говорит о сознании дела, это всегда очень сильно касается. Я на примере таком тоже привожу иногда, как, допустим, семинар о воспитании детей, допустим, можно провести грамотно и очень правильно. Допустим, девушка, которая не была еще замужем, да, которая собирается только вступить в брак. Или же, допустим, женщина, которая уже воспитала детей, дети все состоялись в жизни, да. И, как бы, те же самые местописания, может, обе эти, обе спикеры, да, приводить. Те же самые примеры, может быть, даже. Но сила, согласитесь, особая будет в словах женщины, которая воспитала детей. Я не так давно просмотрел семинар в Виттенберге, в Лютерштадте. Со Швейцарией одна семья, и его засек, и его жена, и его семья была там. И свидетельство жены, засека, Анно, или не помню, как ее имя, со Швейцарией, это сестра, на немецком языке она говорила, там и шел перевод. И, знаете, ее свидетельство, несмотря на, может быть, не очень качественный перевод, имело большую силу. Ну, не знаю, у нее 11 детей, и все состоялись уже в жизни. Большая семья, христианская семья. И все дети верующие, вере, и, знаете ли, у детей, у всех детей есть свои свидетельства интересные в жизни. Как Бог с ними. Некоторые уже взрослые, самостоятельные, некоторые еще с ними живут, значит, я так понимаю, по примерам этим всем. Но свидетельство было потрясающим, потому что, на самом деле, эта женщина, она уже говорит то, что библейски можно назвать на греческом языке ремой Божьей. Она говорит рему, говорит то, что знает. И вчера то, что звучало, конечно, из уст пастора Владимира Мунтяна, это было именно ремой. Когда действительно человек знает Духа Святого. Не понаслышке, когда имеет с ним такие очень близкие отношения. Это очень важно. И для вас хорошая новость, для тех, кто не был вчера, в следующую субботу будет продолжение и еще одну субботу. В следующую субботу я намереваюсь тоже после общения нашего с 10 до часу, значит, там на Отрадном, с двух часов присутствует там Королево. Так вот, и с двух часов там будет как раз продолжение тоже о личности Духа Святого и служения и освобождения. И потом, я последнюю субботу, следующую субботу уже потом, я не смогу быть. Я буду уже далеко. Но я просто еду в Харьков после того. В Харькове, если у кого есть знакомые, друзья, коллеги, то приношайте их на служение. В Харькове у нас рождается новая церковь, домашняя группа, которая, даст Бог, в ближайшее время уже станет церковью. Их немного пока собираются наши там братьев и сестер, но я так понимаю, что перспективно. Кто видел, кто не видел, не знаю, брата Романа, вот я благословю его как пока диакона и подиакона даже, пока на сроке таком испытательном человеке. Значит, и он несет служение. Я намереваюсь уже, проведя там служение, уже по ходу, посмотря по ходу, как все будет там проходить, его поставить уже диаконом. У меня внутри есть свидетельство, что человек пусть будет трудящимся уже со знанием дела. И в Харькове я точно не знаю, но запишите телефон на всех случаях отца Романа, ну как бы диакона, диакона Романа, да, запишите телефон, пожалуйста, его. Значит, так он и подиакон Роман пишется. Сейчас у нас 066, его телефон мобильный, да, 066-719-8695. Я повторяю, 066-719-8695. И, друзья, дайте мне, пожалуйста, Библию. Вот, варка есть. Спасибо. Мне хорошо. Замечательно. Спасибо большое. Потому что я сейчас Библию пользуюсь такой электронной для меня, я сама не буду доставать уже. Нет, есть, спасибо большое. Спасибо. Ну, каждое издание Библии по-своему интересно, кстати. В каждом издании есть вот эта особенность такая. Ну, перевод – это синдальный перевод. Там, в Симонаре. Как сами семонаристы парашютиют, сильно дальний перевод. Нет, он хороший перевод. Просто есть в любом переводе, есть некоторые, как в любом переводе, некоторые особенности и некоторые неточности. Я пользуюсь компьютером, почему? Потому что, на мой взгляд, это сейчас для проповедника наиболее приемлемо. Потому что сейчас много разных есть и переводов, и порой хочется знать как-то поглубже текст, писание. В программах компьютерных сейчас с построчником вообще нет проблем. Не надо даже десятки лет изучать, допустим, греческий язык или иврит. В построчнике есть, пожалуйста, любые слова оригинального текста. Можно иметь, пожалуйста, расширенный перевод, разные значения этих слов. Ведь некоторые слова, допустим, иврита, на котором написан Ветхий Завет, на современном русском языке или украинском языке имеют до 70 значений. Представляете, одно слово – до 70 значений. Большинство слов иврита, которые есть в Библии, имеют по 20-30 значений одновременно. То есть, вместо одного предложения переводчику, чтобы весь объем донести, что же пророк имел в виду, что же Бог хотел сказать в объеме полном, надо написать порой десятки предложений вместо одного предложения. Представляете? То есть, Библия наша увеличилась бы в десятки раз. Если много, раньше, допустим, проповедники возили с собой много дополнительной литературы, справочники, энциклопедии, словари, а сегодня все вмещается в одном компьютере, все абсолютно. Это очень удобно, практично и в дороге, особенно это незаменимо для изучения слова Божьего. И поэтому я сейчас пользуюсь синодальным переводом, допустим, вот, бородал Библию попользоваться. Так вот, но, вы знаете, перед тем, как готовился к слову проповедовать, я перечитывал это в оригинальном варианте, то есть, как это именно непосредственно записано было апостолами на греческом языке, и смотрел значение каждого слова. Очень интересное, получается, чтение. Какая-то глубина определенная такая, знаете ли, я немного поделюсь сегодня этим. Кстати, многие проповедники это используют сегодня. Из учителей современных, допустим, Рик Рейнер часто использует многие значения греческих слов, и это очень интересно, на самом деле. Обогащает, я считаю. Слава Богу. Да, друзья. А, вот даже у кого нет Библии, можно взять у отца Олега такие издания Нового Завета. Я читать буду из Нового Завета, из Евангелия от Луки, со второй главы буду читать сегодня. Почему? Потому что продолжается такой праздник? Средине Господне, Средине Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Этот праздник продолжается целую неделю. По времени этот праздник, он продолжается неделю для нашего размышления, для нашего углубления в эту тему. Есть особые дни, такие в календаре церкви, когда не один день, не два дня даже, не три, а порой неделю отводится для этого праздника, чтобы глубже размышлять об этом, чтобы познавать что-то из этого всего, делать выводы. Допустим, Пасха, вот предстоящая, да, ежегодно празднуемая православная традиция, 40 дней продолжается. На протяжении 40 дней звучат одни и те же фактические праздновения о воскресении Христа, и тексты одни и те же фактически звучат из Евангелия, из посланий о воскресении Иисуса Христа. Для чего? Чтобы на протяжении этих 40 дней человек глубже и глубже он познавал тайную силу воскресения Христа, переживал что-то и это очень важно. Так вот, тема сретения Господнего, да, в церкви традиционно, уже полутора тысячелетняя традиция, об этом размышлять целую неделю, вот, изо дня в день, углубляясь, как бы, в эту тему, сретения. Сретения это по-русски встреча, встреча. Вообще, тема встречи с Господом, это потрясающая тема. Это очень глубокая тема, очень большая тема. Но вот в контексте того, о чем говорит церковь в эти дни. Евангелие от Луки, 2 глава, я буду читать с 22 стиха. С 22 стиха. Перед тем говорилось о Рождестве Иисуса Христа, праздник Рождества есть в календаре христианской церкви, да, мы размышляем о тайне Рождества, Боговоплощения, слава Богу. Потом есть праздник такой, как обрезание Господне, 14 января по новому стилю, праздник обрезания, или еще, как говорят в народе, васселя, да, васселя. Вообще-то не васселя обрезали, а Иисуса Христа обрезали. И праздник обрезания Иисуса Христа, вообще-то, так вот, если по-церковному, грамотно называется. И дело в том, что обрезание Господне, это 21 стих, вот, выше, который я не буду читать сейчас, но где говорится о том, что когда Иисусу исполнилось 8 дней, по закону, как положено ко всех еврейских мальчиков остальных, его обрезали. Это было по закону Господню, как вот было принято, как было обязательно для всех младенцев мужского пола. И Иисус не был исключением, знаете ли, уникум в этом отношении. Он исполнил закон, даже, как бы, помимо его, он не мог там, знаете ли, младенец не мог там решать, я буду обрезан, не буду обрезан. Родился, все, попался, значит, обрезали, все как положено. Так вот, Иисуса обрезали, и сегодня мы не обрезаем в церквях, насколько я знаю, батюши наш, тоже не обрезают, да никого. Можем, можем, прежде всего, да, если попросят по отдельной просьбе, да, можем обрезать. Вот, но, но вообще-то, знаете ли, сегодня, согласно Новому Завету, это не принципиально. Будь то обрезаны, не обрезаны, знаете ли, еврей-то там, значит, татарин, русский, украинец, африканец, американец, ни с кем это ни был. Сегодня это не принципиально. Почему? Потому что мы знаем об обрезании, которое духовное, обрезании, которое Христово обрезание, с увлечением греховной плоти нашей, обрезание Христово. И об этом, ну, это большая тема, мы размышляем 14 января, как еще в народе говорят, Старый Новый Год, праздник обрезания Господней. А вот потом мы вспоминаем население события следующее, о котором хочу прочесть. С 22 стиха, я считаю, и до 40, включительно. С 22 стиха написано. А когда исполнились дни очищения их, по закону Моисея, принесли его в Иерусалим, его, Иисуса, имеется, младенца Иисуса, чтобы представить пред Господом, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающего дробу, был посвящен Господу. И чтобы принести в жертву, по сказанному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов, глубинных птенцов. Тогда был в Иерусалиме человек по имени Симеон. Он был праведный и благочестивый человек, ожидающий утешения Израиля. И Святой Дух был на нем. Ему было предсказано Святым Духом, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа Господня. И он пришел по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь твоего раба с миром, владыка, по твоему слову, ибо мои глаза видели твое спасение, которое ты уготовил при лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу твоего народа Израиля». Иосиф же и его мать удивлялись сказанному о нем. И Симеон благословил их и сказал Марии, его матери, «Вот, этот лежит на падении и на восстании многих в Израиле и в предмет привлеканий, и тебе самой оружие пройдет душу. Да откроется помышление многих сердец». Тут была также Анна Прочица, дочь Хануилова от племени Асира, достигшей глубокой старости, прожив с мужем от своего девства семь лет, вдова восьмидесячетырех лет, которая не отходила от храма, постом и молитвой, служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем ожидающим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в свой город Назарет. Младенье же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Аминь. Аминь. Вот этот момент как раз встретения Господня, встретения Господа Иисуса Христа в храме Иерусалимском. Встретили его пророки. Мы читаем, это все-таки не сендарный перевод, не совсем сендарный перевод, но близко к сендарному переводу. Так вот, и встретили пророки, и встретил мужчина и женщина два пророка. Симеон и Анна. Мы знаем немного об этих людях, совсем немного, но имеем уже некоторое представление, что эти люди знали Бога. Симеон по вдохновению пришел, по Божьему вдохновению пришел в храм. Не просто по традиции, именно Бог вдохновил его. Есть разница, да? Это просто традиционно, просто по предписанному, будем так, по правилу прийти, а есть по вдохновению прийти. Вот он пришел по вдохновению на самом деле. И Дух Святой открыл ему удивительное, что он не увидит смерти, не умрет, до тех пор, пока не увидит Христа Господня, пока не увидит Мессию. И я думаю, он долго ждал. Он был старцем. И есть предания, которые уже с незапамятных времен в церкви существуют. Предания, которые говорят, что Симеон был одним из переводчиков Библии на греческий язык в Александрии когда-то. И он переводил текст из пророка Исаии, где было сказано, что Дева Башеева примет и родит сына и нарекует ему имя Иммануил, что значит с нами Бог. И рассказывают, что Симеон хотел перевести не совсем так. Вот я говорю о переводе, да? На самом деле, можно это слово перевести как молодая женщина, что больше по смыслу подходит. Но первое значение все-таки этого слова именно девственница, Дева. Или молодая женщина, но есть для молодой женщины, которая уже знала мужа, есть другое слово. И когда переводчик переводит, знаете ли, есть соблазн порой перевести так, как ты понимаешь лучше, ну, по-человечески. И вот есть соблазн. И вот Симеон, согласно этой древней легенде, он как бы имел соблазн перевести именно, ну, так сказать, как он понимал лучше, по-человечески. Без этого сверхъестественного. И он хотел перевести, И вот молодая женщина, она забеременеет, родит сына, репут ему имя, с нами Бог, Эммануил. И когда он хотел перевести так, то рассказывает в этой легене, что ангел пришел к нему и остановил его, и сказал, что нет, не переводи так. И больше того, ты не умрешь, пока не увидишь все-таки исполнившегося. Это все исполнится. И вот мы не знаем, так ли это было, на самом деле не так ли, но это уже полуторудачилетняя легенда, предание такое. Но мы знаем из Писания однозначно, что ему было предсказано, так ли, или как-то другим образом, я не знаю. Но Дух Святой ему сказал, что он не умрет до тех пор, пока не увидит Христа Господня. И Симеон, по вдохновению пройдя в храм, он увидел семью, он увидел небогатую семью. Это не были олигархи, это не были цари, это не были знатные люди. У них даже не было возможности финансовой принести положенные жертвы Богу, какие тогда полагались. Потому что по книге Левит мы знаем о том, какие жертвы должны приноситься, по каким случаям. И по случаю рождения первенца, младенца, мужского пола, должен быть принесен однолетний агнец. Но в Законе Господнем там же написано, по реченному Законе Господнем, что если семья эта еврейская, если она бедна, если это бедная семья, и они не могут, агнеца, они могут заменить его голуби. И, в общем-то, это минимальная жертва. Голуби стоили очень дешево. И их пищу приготовляли, они были чистые по Закону Господнему. Мы читаем о кашруте, о пище чистой, нечистой в Законе. Голуби чистая пища, их приготовляли часто, и бедные, и богатые люди, разные евреи. И когда люди приходили в Храм, если они не могли купить, у них не было денег, денег не было на достойную жертву, допустим, агнеца того же самого, по Закону была поправка такая в Законе Господнем, что пусть он купит тогда из тех денег, что у него есть, пусть купит голубя. Минимальная жертва. Это любой бедняк мог купить себе на обед, допустим, голубя. И он мог пожертвовать этого голубя в Храм Господний. И священники просто-напросто убивали эту птицу там же в Храме. И этой кровью окроплялась. И эта кровь была кровью заместительной. Мы знаем, что в Храме в то время работа священника была мало похожа на современную работу батюшек, допустим, в Храме. Вот. Работа была больше похожа на работу мясника, знаете ли, потому что каждый день священники убивали и убивали там сотни разных животных, больших и малых. И как минимум голубь, да, был принесен. Другие приносили именно достойную жертву, как положенную, агнца, допустим, да. Там, пожалуйста, и коровы, там разные животные страдали в Храме, их убивали священники. Некоторые историки пишут, еврейские и христианские историки пишут, что по количеству жертв, рассчитывая, сколько, допустим, на пасхальные дни, сколько на другие дни, допустим, было принесено жертв, тысяч жертв, то крови было столько и в расчете на храм-то, что священники порой ходили по щиколотку в крови, там в храме, значит, потому что кровь стекала просто-напросто, ну, и не успевала вытекать в этот поток. Кедром, который, значит, там, за храмом, и куда стекала эта кровь. И, конечно, значит, это было очень символично, и вода, и кровь смешивалась, да. Вот, мы знаем, что эти жертвы, все в храме, которые приносились тогда, священники убивали каждый день в храме животных, это все было прообразом жертвы самого Иисуса Христа. И когда Иисус на кресте, Он сказал, совершилось, мы понимаем, христиане, что все, совершилось и вступление в рода человеческого. Мы, христиане, понимаем, что с того времени все жертвы стали уже не нужны. И мы уже, вот уже два тысячелетия, мы никого не убиваем, жертву, да, ни голубей, ни барашков, ничего. И животных, почему? Хотя в некоторых христианской церкви сохраняются еще традиции некоторые, допустим, подобные, кровавые. Допустим, вот я знаю в армянской церкви апостольской, есть традиции, допустим, когда армянский священник на пороге храма режет барашку уха, этой кровью мажет пасту свою, значит, ну, это как бы традиция, она сохранилась вот в армянской апостольской церкви, и еще в некоторых таких вот церквях старинных, в африканской церкви тоже есть помазание кровью, значит, там убиваются животные. Но это как бы не в самом храме убивают, а возле храма тоже надрезают там ухо, допустим. Но, вообще-то, это пережитки уже, как бы, ветхозаветных представлений. На самом деле, кровь Иисуса Христа уже пролита за нас, за всех непорочным чистого агнца. Слава Богу! И, друзья мои, братья и сестры, хотя семья Иисуса не принесла жертву, оговоренную изначально, да, а уже по поправке такой, как бы, минимальную самую жертву, но, опять-таки скажу, что Бог смотрит не на количество нашей жертвы, а на наши сердца. И вот Бог смотрел на сердце Марии, Бог смотрел на сердце Иосифа, Бог смотрел на то, что на самом деле они не от жадности, знаете ли, а действительно от того, что они не имели возможности принести богатую жертву, принесли минимальную жертву. Я не знаю, почему, что, значит, ну, возможно, что семья Иисуса, вот то золото, что принесли, значит, волхвы, написанное у Матфея, да, куда они потратили, я не знаю, на что они потратили это золото, и я не думаю, что там было много золота, хотя в фильмах порой показывают там целую шкатулку, значит, с драгоценностями, что хватило бы на всю жизнь вроде бы. Вот, значит, не знаю. Может, там было символично этого золота, возможно, что они пожертвовали это золото. Мы можем только лишь догадываться сегодня, куда дели Иосиф с Марией это золото. Значит, потом, значит, золото, ладан и смирну, значит, это все было принесено. Иисус родился в Вифлееме Иудейском, да, и потом, там же он был обрезан, наверняка там же, первый день он был там с родителями, а затем, после уже сретения в храме, после этого пророчества, они вернулись в свой уже родной город. Не по месту, значит, прописки, будем так говорить, или как приписки, или по месту регистрации, там, тогдашних переписей населения, откуда были отцы их родом, а именно по факту. Они жили в Назарете. Это горный такой регион Иудеи. И Иисус прожил почти всю свою жизнь в горах, в долину не спускаясь, то есть, он такой горец, горец, настоящий горец. Я когда был там, в Назарете, в его родном городе, то убедился в этом, посмотрел, да, жизнь была суровой в то время вообще. Вот, и чтобы, допустим, кому-то из жителей Назарета спуститься в долину, надо было в те времена сутки спускаться туда, и сутки подниматься обратно. Значит, то есть, это довольно-таки очень тяжелый путь, и не от хорошей жизни евреи так высоко в горах селились. Потому что время было такое лихое, знаете ли, много всяких врагов и войн, и захватчиков и прочее. Поэтому на своем горбу много поколений евреев таскало землю с долины, плодородной долины, где живи не хочу, но, знаете ли, не факт, что там выживешь, и не факт, что урожай твой ты сам и съешь. Как бы, значит, знаете ли, не свои, так чужие, не чужие, так еще кто-то, значит, там, значит, все это может съесть. Поэтому на своем горбу люди таскали полнородную землю туда, в холодный регион, на терраски свои, и там высаживали все, и овощи, и зерно, и зерновые, вот так вот, слава Богу. То есть, Иисус, мало того, что Он родился в Вифлееме Иудейском, даже нет в хороших, дорогих населениях гостиницах, может быть, в палатах каких-то царских, нет, в чертогах, в вертепе, куда животных загоняли во время ненастия, и дальнейшая жизнь была Его не вшиком, я бы так сказал, то есть, не жаровал точно, однозначно, вот, если бы по-человечески говорить, рассуждать. И тем более, что когда археологи на завет исторический раскопали, где жил Иисус, да, Его семья, ну, где Иисус прошел почти всю свою жизнь сознательную до 30 лет, Так вот, выяснили, что жизнь была очень тяжелой, экстремальной, ну, как и всех горцев, наверное, жизнь, и люди занимались именно вот обработкой камня, и, кстати, этот перевод как плотник, это же слово переводится и как работник по камню, и предполагаю, что вероятнее всего, Иисус все-таки работал по камню, а не имел дело с деревом. Хотя, есть пример, там дерево рубить, это было очень, ну, большой редкостью вообще, и из дерева что-то делать, это было очень большой редкостью, потому что каждое дерево было чуть ли не на вес золота, там, в том регионе, все было именно из камня, абсолютно все делалось с камней, значит, все, что возможно себе представить даже, вообще. Ну, я еще даже не об этом, а просто как бы мы, чтобы немного прочувствовали ту эпоху, прочувствовали немного то время, вот такие примеры сейчас немного перевожу вам. И вот, и когда Иисус, младенец, был принесен туда, к храму, то звучало пророчество, вот это пророчество. Ну, во-первых, Семен благоставил Бога, слава Богу, он благоставил Бога, как все евреи благоставляли и благоставляют, благоставенный Господь Бог наш, царь Израилев, владыка вселенный и прочее. Хорошие слова говорил, а потом сказал следующее, ныне отпускаешь Твоего раба с мира, владыка, по слову Твоему, ибо мои глаза видели Твое спасение. Интересно, он держит младенца Иисуса и говорит, о, ныне Ты меня отпускаешь, спасибо, спасибо Господь. Да, и сказал также, что при лицом всех народов уготовил Господь спасение, и что Иисус Христос есть свет в просвещении язычников и слава народу Твоего Израиля. На самом деле, как я говорил уже, что Иисус, Он свет в просвещении всех народов, и Он слава народу Твоего Израиля. Это удивительно. Исполняются эти пророчества, и первая часть, и вторая часть пророчества. И еще, и Марии особое было пророчество. Мы видим это, да? Симеон благословил их и сказал Марии, его матери, вот это лежит на падении и на восстании многих в Израиле, и в предмет привлеканий. Конечно, каково это было слышать, я не знаю, матери, это очень сложно было. А дальше вообще, сказал Симеон, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец. Знаете, вот страшно, конечно, когда пророчества такие, когда хорошие пророчества звучат, допустим, в нашу жизнь, да? То, как бы, ну, их мы с большей готовностью принимаем. А когда страшные пророчества звучат? Знаете ли, ну, редко кто может принять их так вот, ну, нормально, спокойно, без содрогания какого-то. Вот, каково было матери услышать такие слова, и мы знаем, что это исполнилось буквально. В традиции православных тоже, вот, когда изображается Голгофа, допустим, тоже как раз рисуется, обычно, возле Христа, кто? Матерь, да? Мария и Иоанн стоит здесь. Иногда рисуют композицию большую, там, больше фигур, но всегда Матерь возле Христа стоит. Это, ну, такая давняя традиция, потому что это согласно с Писанием, да? Мария была возле, как раз, сына своего в эти последние минуты его жизни, страшные такие минуты жизни. Вот, голый, обезображенный, знаете ли, изнуренный и предвожденный, опозоренный между двух разбойников, висящий. Знаете ли, здесь любой матери, если вы видите такую картину своего сына, смерть, да? Любой матери оружие пройдет в душу. Вот, и Матери Господней прошло душу страшное оружие тогда, на самом деле. Я думаю, что больше всех, это лучше всех, это показал в своем фильме Мел Гибсон, «Во страсти Христовы». Там это очень четко показано. Вот, действительно, то, что, как бы, мы можем, ну, предполагать. Конечно, Мел Гибсон, он показал, как он видит это, как он понимает. Конечно, он не мог показать всего, что, на самом деле, было там. Ну, вот, тогда и не было телевидения, и все, мы не могли, там, сделать ни снимки, там, ни видеозапись какую-то, допустим, что-то происходило. Но мы знаем одно, что Иисус был обезображен больше всех людей на земле. Я помню, вот здесь вот, в кинотеатре, когда Украина, когда были эти показы Мела Гибсона, то некоторые священнослужители приглашались на эти показы. Меня тоже пригласили, дирекция вот этого кинотеатра, там несколько залов ведь. Они обзванивали прям по этим, значит, справочникам религиозным все христианские общины, церкви киевские, и приглашали всех священнослужителей, православных, католиков, протестантов, всех-всех-всех приглашали. Вот, кто откликнется. И было предложено от дирекции этого кинотеатра, именно, во-первых, священникам там присутствовать, во-вторых, священникам распределиться по времени, записаться на некоторые дни, и после показа, минут 5-10, сказать короткое объяснение, христианские комментарии, как священнослужители. Вот, и я согласился, я был на этих показах некоторых, и тоже давал комментарии некоторые, после показа, минут 5-10. И, знаете ли, я не знаю, как и другие священники, как они говорили, что, но я лично призывал к покаянию. Я помню, когда вот сзади меня сидели девушки, когда они там немного так, как бы, воспринимали, она сказала, что, я услышал такие слова, что, ну, как бы, слишком уж, зачем вот показывать такое, ну, такое насилие, такое, как бы, это уже слишком уж. Вот, когда уже Иисуса обезображивали, уже, там, и такие сцены страшные, кровавые. Ну, у Мэла, у него свои, конечно, гипсы, такие, может, особенности, значит, съемок даже, так, немного кровожадных присутствует. Не очень хорошо, наверное, но, вот там было это все, как бы, показано, как бы, ну, по сути. Но, знаете, я когда комментировал, после, когда свет включили, я попросил минутку внимания, мне дали микрофон, и я сказал, что, вот, дорогие зрители, дорогие, там, братья и сестры, все присутствующие, что так и так, мы посмотрели сейчас страшный фильм, который не просто страшный, как ужасный, знаете ли, нервы щекотят, а который показывает страшную правду, что произошло 2000 лет назад. Вот, я рассказал, что, что для американского зрителя, как бы, понятно, но для нашего зрителя не очень понятно этой ленты, на самом деле. Потому что, если американский зритель, он подготовлен к этому, Евангелие знает, трудно в Америке найти человека, который не знал бы Евангелие. Очень трудно. Вот, то у нас, как раз, наоборот, пока еще трудно найти человека, который знает Евангелие. Вот, значит, и поэтому наш зритель, он подготовлен к такой картине. Но, я говорю, вот, я хочу сейчас восполнить, говорю, вот, этот пробел, и вкратце сказать, для чего это все произошло. Зачем это? Что Иисус не просто был обезображен, вот так вот нагло, опозорен, значит, да, а что он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Что рано ли его, мы исцелились. Я объяснил это, рассказал, я скажу, эта картина такая незабываемая была. Даже больше мне коснулся, больше, чем даже сам просмотр, в чем-то даже, чем сам просмотр, хотя сам просмотр тоже шок в ходу, конечно, для меня тоже. Вот, когда на большом экране все это видишь, значит, и там посадили еще, значит, впереди прям посадили, там, знаете, все это зрелище такое, конечно, смотришь ужасное. А потом, но другое зрелище, не менее было такое впечатляющее для меня тогда, когда, ну, кого я... Я не знаю, все ли там они каялись, все они молились, это один Бог знает, там много людей, там полный зал людей, там я же всех даже не мог видеть. Но тех, кого я видел в зале, по крайней мере, люди плакали. И молодые, и старые плакали. И когда я сказал, что давайте будем молиться, пусть это не храм, пусть это кинотеатр, я не знаю вашу веру, не знаю, во что вы верите, не верите, значит, есть разные люди. Вот, ну, говорю, я верю, что Иисус Христос пролил кровь за меня. Если вы верите в это, что Он за вас пролил также свою кровь, если Он воскрес для вашего продания, то давайте повторим молитву покаяния, прямо сейчас, говорю. Вот. И призовем имя Иисуса Христа, Он хочет жить в нас, хочет простить наши грехи, исцелить, освободить от бесов, и вообще дать новую жизнь вообще. И знаете ли, слава Богу, вот кого я видел, все повторяли молитву, это покаяние. Ну, Бог знает, конечно, кто как повторял, кто просто на эмоциях, может быть, кто и, слава Богу, остался действительно с Христом в дальнейшей жизни. Один Бог только знает это, конечно, все. Но даже самая страшная лента, такая как Мелогипсон, может что-то стимует еще, вот, Бог если даст времени нашей жизни, сейчас такие технологии, сейчас такие, как бы, возможности, кинематографии, не знаю, развиваются, увеличиваются. На глазах буквально все. То, что еще лет 50 назад было как фантастика, да, сегодня снимают такие вещи потрясающие. Уже, как бы, трудно удивляться даже зрителю от чего-то. Но, знаете ли, мы не знаем, может быть, снимут еще что-то покруче даже, посильнее что-то еще, того, что на страсти Христову показано. Может, еще, я не знаю, что с ним, что могут снять в дальнейшем, какие эффекты могут передать кинематографы. Но, скажу, что, несмотря на все это, ни одна лента не сможет передать вот всей правды, что там произошло на кресте. Потому что Иисус взял на Себе не только вот эту болезнь нашу, да, Он грех наш взял. Он взял грех наш. И это, если снять реалистично именно, как возможно, если бы, допустим, у кого-то из апостолов была бы камера, там видеокамера с собой, и кто-то это снял бы, я думаю, картина была бы самой страшной во всей истории человечества. Я думаю, и сегодня бы все фильмы ужаса просто поблекли бы по сравнению с тем, что там произошло. Потому что он был изображен не просто физически, а духовно, душевно, всячески. Наркомания, алкоголизм, отчаяние всех людей. Что можно представить? Все было на Иисусе. Его сердце не выдержало и разорвалось в этот момент. И знаете ли, это была смерть, которая удивила. Даже палачей трудно удивлять, да? Но в том случае даже палач удивился, да? Этот офицер сказал, что это подлинный человек был. То есть, это сеть человек. То есть, и на самом деле, эта смерть, она потрясла людей, потому что люди, которые, мы знаем, они вышли на зрелище. Ну, к сожалению, ничего, греха таить, да? Человек такой устроен хлеба и зрелища. Вот, и многие вышли как напозорящих на зрелище, да? Тогда не было телевизоров, не было таких шоу. Ну, единственное шоу, вот такое щипающие нервы. Это была публичная казнь, как бы. Вот, и потом разговоров там на неделю о том, кто как умирал, значит. То есть, ну, это вот как бы, ну, такие мы люди, да? Римляне вообще делали такие гадости, там, за деньги гладиаторов стравливали, да, как собак бойцовских. И те убивали друг друга на потеху зрителям. То есть, были, вот такие были времена он-равы, да? Фицерон говорил. Но, знаете, скажу, что люди, пришедшие на позорящие, на это зрелище именно, на шоу, они шли обратно в Иерусалим, и они били себя в грудь. Представляете? То есть, они били, они не говорили, вот, надо же, это так умер, это так умер, это то говорил, это то говорил, значит, там, вот, то-то было или то-то было. Вот. А они били себя в грудь. То есть, люди, которые еще вчера, ну, в тот день, перед тем кричали, распни, допустим, да, что такое произошло, что они били себя в грудь, шли домой, шли в свои дома, шли в город, и им было не до обсуждения того, что произошло. Это было страшное зрелище, настолько страшное, что написано, в храме завеса разорвалась. Даже те священники, что игнорировали эту казнь и не хотели иметь дело с этой казнью, и они исполняли свои обязанности в храме, и вся жизнь тогда религиозная была вокруг храма, в общем-то, израильская. И даже в самом храме они не могли скрыться от этого происшествия. Завеса в храме разорвалась сверху до низу. Бог показал, что все. Закончилось время храму благочестия, закончилось время вот этого богослужения, закончилось время жертвоприношения. А теперь Господь, Он объявил уже новый завет в крови Иисуса Христа, в крови Мессии. Слава Богу, друзья. И подумаем, и Бога поблагодарим за то, какой ценой мы искуплены от суетной жизни, преданной нам от отцов. Слава Богу, что Господь нам дал возможность, неважно каких отцов, еврейских, украинских, русских, каких отцов, неважно. Все суета, преданная нам от отцов, именно наши все представления о религии, о вере, все это стирается кровью Христа. Знаете ли, сегодня дар Божий есть для всех людей, для всего человечества. Жизнь вечная во Христе Иисусе. Дар святой, дар Божий. И сегодня только лишь эта кровь святая, она водоразделом. Как сказано было, что Иисус, Он есть на восстании, на падении и на восстании многих в Израиле. И не только в Израиле, и в Украине, и в России, и в Америке, где бы то ни было вообще. По всему лицу земли. На то, чтобы люди восстали и пали. Многие. Мы знаем, что Иисус, Он есть камень. Если Он на кого упадет, Он раздавит. Просто в дребезги раздавит. Знаете ли, спорить с Иисусом, это все, что встать на колею, там, начать, и спорить с быстрым несущимся локомотивом. Это бесполезный спор. Мы в разных весовых категориях вообще, и это глупость, и это просто самоубийство. И идти против Иисуса, это величайшая глупость. И не принимать жертву Христа, это просто равно самоубийству. Столкновение с этим, даже Божьим локомотивом. Это знаете ли, локомотив это так, сила, да, но это не такая сила, как является Иисус. Духовная сфера и вообще жизни. И, но с другой стороны, Иисус, Он есть камень, который становится фундаментом для каждого из нас. Вы знаете, есть такая сказка, ну, я очень, особенно раньше, любил сказки. В детстве много читал, и у нас было много разных книг, значит, и я потом любил сравнивать некоторые сказки. Есть оригинал, есть, значит, уже советский вариант. Я сначала советский вариант, а потом познакомился с оригинальным текстом. Очень интересно было. Вот, братья Грин, допустим, Янск, Кристиан Андерса. Мне кажется, многие сказки, именно в редакции авторов, они имели именно христианский смысл. Оказывается, я не знал. Ну, есть очень сомнительные сказки, конечно, такие, а есть именно, оказывается, с христианским таким, как бы, звучанием. Просто в Советском Союзе, когда сказки переиздавались в 30-е годы, да, то цензура работала очень жестко, и везде все упоминания о Боге, о Христе, все было убрано. И было заменено на слово добро, красота, там, значит, там, то есть, как бы, попытались небезуспешно лишить несколько поколений, вот, именно, узнать именно то, что авторы хотели донести до детей. И вот там есть сказка о принцах-лебедях, помните, да, ну, все, мультик видели, по крайней мере, да, значит, как эти лебеди летели, и они обессилили уже, и, значит, в оригинале написано, что они взмолились Богу, и Господь из пучины поднял им скалу. И автор пишет, что камень же был Христос, значит, для них, для этих принцев, и они сели на эту скалу, и написано, они пели гимн Богу, благодарили Его за спасение, которое вот пришло свыше. А в советском варианте говорило, что просто не заметили остров, приземлились и пели о дружбе, и что дружба спасла их, они держали друг за друга, и, как бы, дружба и спасла. Как бы, значит, ну, дружба хорошо, но дружба не спасает, знаете ли, если мы не на камне, который есть Христос. То есть, автор хотел показать деткам, что есть основания, есть Христос, есть даже в самом пучине, казалось бы, да, среди бушующего моря, океана, есть безопасная скала, за которой надо держаться, и друг за друга держаться верующим. Это есть Христос. Слава Богу. И, ну, как и другой вариант, я приводил его, хотя бы, в проповеди своей, не раз уже приводил пример, про прекрасную принцессу и злую мачеху, когда, значит, мачеха и ведьма два в одном. Значит, и она, значит, постала там жабу, чтобы испортить, значит, прекрасную принцессу, вот, значит, и в оригинале это был нечистый дух, ну, это была ведьма на самом деле. И, вот, значит, и, ну, этот дух нечистый не мог ничего сделать. Вот, и в оригинале, в советском варианте там написано было, что не мог ничего сделать, потому что принцесса была такая красивая, такая прекрасная, что, ну, жаба была в шоке и не смогла ничего сделать. Вот, но, знаете ли, красота не спасет мир. И красивые так же, как и некрасивые падают, и здесь не в красоте было дело. Потому что в оригинале у автора было следующее, что, оказывается, мама, ну, настоящая ее мама, да, при жизни, она успела своей дочке маленькой дать несколько уроков. И один из уроков, это было каждое утро молиться Богу. И, оказывается, когда пришла эта жаба, хотела испортить ее, да, вот, задавить эту принцессу, да, то принцесса задавила жабу. Получается. Каким образом? Она молилась Богу, как было у нее обыкновение, значит, и это сделала чары колдуньи без, ну, неуспешные. Слава Богу! Так, это просто иллюстрация. Вернемся к теме, именно встретения Господня. Я скажу, что Иисус, Он есть до сих пор на падении и на восстании многих. И здесь, в Украине, и в других странах мира, и по всему лицу Земли. На падении и на восстании многих. Слава Богу, что вот мы, собравшиеся, я думаю, в большинстве своем, да, именно на восстании избрали Иисуса Христа. Те, кто не принимают Иисуса Христа как своего Спасителя, Господа своего, Бога своего, Искупителя своего, у них большие проблемы. Этот камень, Он их раздавит однажды. Просто раздавит. И поэтому сегодня благая весть для всех людей, всяких, кто призовет имя Господне, спасется. И я думаю, вот размышляя о встретении Господнего, да, вот о встрече, мы должны, конечно же, вспоминать о том, что вот мы должны иметь эти встречи с Богом. Но есть самая первая встреча, встреча всех встреч. Это наше покаяние, наше обращение к Нему, когда мы принимаем Господа, когда мы соглашаемся с Его планом спасения, принимаем Его как Искупителя своего, своего Целителя, Освободителя. Вот, а потом много других встреч происходят у нас в жизни с Христом. Мы живем жизнью с Богом. Но самая последняя встреча, это уже в небесах, когда завершится наш земной путь. Есть такая песня, я ее одно время часто пел тоже, и вот в эти дни я гостил в семье, в Нидоне, и мы тоже эту песню как раз пели. Там хорошие слова такие есть. Отчизна моя в небесах, к ней стремится и рвется душа, там в святые бессмертных лучах, там струится живая река. В небесах, в небесах, в небесах, в небесах, отчизна моя в небесах. Господь меня ждет в небесах, он готовит обитель свою, отдых мирный на злачных лугах, в его светлом блаженном раю. В небесах, в небесах, в небесах, отчизна моя в небесах. В небесах, в небесах, отчизна моя в небесах. Слава Иисусу! Господа благословит нас, друзья! Кстати, Мартин Лютер еще говорил 500 лет назад, что для дьявола ничего страшнее, чем поющий христианин. Когда мы поем, когда мы славим Бога, это прекрасно. Если кто радостен или грустен, если кто-то в переживаниях, в проблемах или же в победе, пой Богу, воспевай Господа. Знаете ли, это хорошо. Это хорошо. Бог нас создал такими поющими. Есть народы, которые меньше поют, есть народы, которые больше поют. Мне очень австралийцы понравились. Я один раз так побывал в Австралии, но очень полюбил этих людей. Правда, очень своеобразно таких людей австралийцев. Я жил в таком районе австралийском, именно в конкретном австралийском, настоящей Австралии. И они такие немного похожи на нас. Договариваемся, допустим, на 11, приходят 12. Они совсем не англичане, хотя говорят по-английски, но это совсем... Проблема с этим делом у многих. Подраться там, а потом сидят, уже поют песни. Если бы не их английский, я подумал бы, это где-то там наша Раша. Конечно, это Австралия, где-то похожа на Америку, но такой русский квартал в Америке. Примерно так. Где-то New Sacrament. Но что австралийцам не понравилось, они любят петь. Вот на самом деле. Вот идет на себе там мурлычет. Где-то сидит, мурлычет песенку. Где-то утром поют, там поют. Как бы вечером поют. И на трезвую, и не на трезвую. Вот поют и все. У них даже есть такая церковь, Хилсон, да? Гора Пени. Или как бы, значит, гора песнопений. И у них пробуждение, кстати, к ним пришло через пение. Вот. Удивительно, да? Просто люди стали петь, петь, петь Богу. Воспевать, воспевать, воспевать. Почти пробование не звучало даже. Все, пение, пение, пение. Народ стекался. Люди каялись, 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 пробуждались. Народ пробуждался. Удивительно, конечно. И я был у них на служении в австралийской церкви. Брид Чорч. Там, значит, все на пение. Короткое слово проповеди, да? Короткое слово, там, назидание, значит, обличение, там, и все. А все остальное пение. Мне очень понравилось. Это похоже, как в храмах православных тоже. Пение. Вот, пение. Все поется. Красиво. Слава Богу. Но самое важное, друзья, чтобы мы, на самом деле, воспевали Господа, как было написано в Деяниях, да? Когда наших самых братьев, да? Когда вот этих служителей апостолов, их избили, забили в колодки, бросили в темницу и ждало их, ну, по всей вероятности, репрессии, там, может, даже казнь, даже, впереди. А они не унывали, а в полночь они там что делали? Они там что делали? Они пели Богу. Они воспевали Богу. И Бог совершил чудо. Узы у всех ослабели, земля потряслась, темничная, дверь открылись. То есть, пожалуйста, вот свобода, да? Вот, слава Богу. Господь, Он не только нам ослабляет узы, когда мы вот поем, успеваем Его, да? Не только наши какие-то раны стеляются, и узы какие-то ослабевают, и темница раскрывается, но и для других, которые слушают нас, на них тоже узы ослабевают, и темница раскрываются. Слава Богу, друзья! Отец, я благодарю Тебя, Боже, за то, что мои братья и сестры слышали это слово сейчас. И я благодарю Тебя, Боже, за то, что Ты здесь присутствуешь сейчас. Благодарю Тебя, Господь, за Сретение Господне. Благодарю Тебя за эти дни Сретения, когда, Боже, уже в тысячелетней традиции, Боже, люди вспоминают это событие, описанное в Евангелии от Луки во второй главе. Боже Всемогущий, благодарим Тебя за то, что Господь звучал тогда слово пророческое. Слово пророческое звучало, обличая, утешая Господь. И сегодня слово пророческое звучит в наши сердца, в наши судьбы. Благословенный Бог наш, Царь Вселенной, собравший нас вместе. Благословенный Бог наш, Целитель наш и Господь. Благослови нас. И, как тогда было сказано, что нападение и на восстание многих Иисус пришел в этот мир. И сегодня также нападение и на восстание многих и здесь в Киеве и в Украине пришел Иисус Христос. Боже Всемогущий, благослови Боже. Благослови Господь нас действительно быть на восстание. Боже, благослови нас действительно Иисуса как фундамент всегда в жизни иметь. И помоги нам доносить эту правду евангельскую истину библейскую до наших соотечественников Господь. Боже, до наших ближних и дальних. Благослови во имя Иисуса Христа. И в эти дни встретения, Господь, пусть совершаются встречи с Тобою. Пусть, Господь, совершаются встречи с Тобой многих людей. И те, кто впервые обращается к Тебе. И те, кто уже не впервые обращаются к Тебе. Боже, помогай, Господь, нам, Боже, в этом. Благослови нас. Учи нас молиться, Господь. Учи нас общаться с Тобою, Боже. Помоги нам, Боже, в этом. Во имя Иисуса Христа. Царь Вселенный, Бог наш на небесах и на земле, величественное имя Твое. Благодать Твое да пребудет с нами, Господь. Дай нам, Боже, переживать и сегодня Твое святое присутствие. Боже наш, благословен Ты, Царь наш. Як олень прагнено, По токихтах душа моя прагне Тебе. Я желаю Тоби сказати, что я так люблю Тебе, что я так люблю Тебе. Я желаю Тоби сказати, что я так люблю Тебе. Я желаю Тебе сказати, что я так люблю Тебе. Я желаю Тебе сказати, что я так люблю Тебе. Я желаю Тебе сказати, что я так люблю Тебе. Я желаю Тебе сказати, что я так люблю Тебе. Я желаю Тебе сказати, что я так люблю Тебе. Я желаю Тебе сказати, что я так люблю Тебе. Я желаю Тебе сказати, что я так люблю Тебе сказати, что я так люблю Тебе сказати. Пожалуйста, присядьте, возлюбленные братья и сестры. Вот. Я из того, что... Вы знаете, еще у нас сегодня будет причастие. У нас сегодня будет причастие как служение наше. Я очень люблю совершать причастие Хлевопреломления, причастие Евхаристию. Совершать это и в церкви, и дома, в кругу семьи, и когда бывают в церквях. Я думаю, что там на Межцерковной Раде, в Броварах тоже мы сделаем причастие, совместно такое. Потому что будут с разных церквей. Они хотят пригласить не только членов этой Рады, но и других священнослужителей. В частности, священника местного местного Киевского Патриархата, и католического священника местного. Я не знаю, насколько они будут согласны причастии, но те, кто согласятся, я думаю, принять совместное причастие, то я с удовольствием послужу с братьями в этом причастии. Я поэтому прошу наших священников, кто только сможет в Броварах, будьте, если даже не на семинаре, то на служении, о месте я не знаю точно, в каком-то, я так понимаю, храме, наверное, будет, в молитвенном доме. Наверное, так. И причастие, когда совершается межцерковное, я скажу, что в этом есть что-то особенное. Не знаю, но меня это как-то особенное касается. Наверное, это болезненно воспринимаю больше. Почему? Потому что когда-то в моей жизни до 96-го года было совсем не так. Я не разделял таких, как бы, идей, что ли, мнений о единстве христиан и, знаете ли, если бы мне предложили тогда с протестантом, допустим, как-то пояшкаться, тем более причащаться символику. Я думаю, все, ну тамбовский волк, ты товарищ, какие там отношения близкие, тем более теплые, добрососедские, и какая тем более там евхаристия совместная. Невозможно. Но, знаете ли, рушатся эти твердыни вражеские в нашем разуме. Богу благодарю, что тогда в 96-м году через вот общение с братьями, через общение с христианами других конфессий, постепенно, не сразу, но постепенно рушилось мое сектанство, знаете ли, рушились мои сектантские представления о том, что, как бы, Бог – это, как бы, наша собственность, как бы, ну, так вот мыслил, что Дух Святой только лишь у нас веет, как бы, дышит. Но, на самом-то деле, Дух Святой – личность. И, кстати, вчера Владимир Монтьян очень четко об этом говорил, очень, ну, в духе, на самом деле, что это величайшая личность. И нельзя манипулировать этой личностью, знаете ли, здесь вот в старых, опять сказку вспомним, про золотую рыбку, вспомним, да, даже такая чудотворная рыбка такая, да, и, как бы, всемогущая, по-своему, в той сказке, да, могла все, от корыта, там, до полуцарства предоставить, значит, этой бабке. Но даже эта рыбка и то встала в позу, как бы, и обиделась, как бы, и все забрала, все свои благословения, потому что ее хотели иметь на посылках вообще, как бы, и эта бабка хотела быть уже новой русской бабкой, как бы, вот, и хотела быть над этой рыбкой уже. Ну, рыбка, конечно, была в шоке, она просто, ну, забрала все благословения, хвостиком вельнула и бабку разбитого корыта, казалось, вот так вот. И наше христианство, не дай Боже, если у разбитого корыта, если мы представим себя где-то выше Бога и сюда дышит Бог, сюда не дышит, сюда приходи, туда даже не заглядывай, но Бог выше всего этого. Иисус говорил так, очень интересно, его экклезиология, учение церкви очень просто и даже чем-то страшно для наших церковных учебников по экклезиологии, учение церкви. Потому что Иисус говорил так, где двое или трое, собранное во имя Мое, там я посреди них. Это рушит очень многие наши представления порой о том, что есть церковь и что такое есть церковь вообще. А церковь это есть живые души. Как еще в 15 веке Нил Сорский и Васян Патрикеев говорили, храм из ребер, а не храм из бревен. Знаете, вот живой человек, живая душа, это храм Бога живого сегодня. По новозаветному, по сегодняшнему, по благодатному, слава Богу. Да, друзья мои, братья и сестры, возлюбленные. И когда совершаем хлебопреломление совместное, я думаю, тоже сделаем запись обязательно. Те, кто не смогут быть, посмотрите. Но лучше, конечно, вам в этой благодати побывать. Это очень хорошо. Когда мы... Тем более барабары, они вот рядом со всем. Что там ехать? Так вот, и знаете ли, что интересно? Ну, барабары тоже самое, что Киев фактически-то. Так вот, и скажу, что когда совместно с разными церквями, в такой межцерковном таком, мы хлебопреломление, причастие Евхаристии, то это, знаете ли, это не на словах, а на делах декларация нашего единства. Мы можем много рассуждать о единстве верующих, но если мы не можем встретиться у Голгофского креста, если мы не можем встретиться вместе, не просто там в зале заседаний, знаете ли, и философий, или какие-то собрания, знаете ли, семинаров, а практически у чаши Господней, если мы не можем вместе преломить хлеб, как ученики его, то горе нам, и тогда грош цена всем нашим разглагольствованиям о единстве церкви, о единстве христиан, это все будет философия, демагогия, религиозная болтовня, знаете ли, но это не будет самой настоящей единства, и настоящим единством не будет никогда. Настоящее единство я верю только лишь во Христе Иисусе, не на, знаете ли, дебатах, не на богословских диспутах каких-то, нет, настоящее единство, оно во Христе Иисусе, во Христе Иисусе. И, конечно, я не говорю о том, что, значит, как винегрет мешать всех куча наших ваших, вот, но, знаете ли, конечно, нельзя закрывать глаза на заблуждение, которое существует в разных церквях, безусловно, да, и, как бы, да и, скажу, что идеология и догматика нас часто лишь разделяют, но Христос Иисус у нас объединяет. Знаете ли, вот, давайте любить Иисуса Христа, кто не любит Господа Иисуса Христа, то монофил. Тот еще находится под проклятием, кто не полюбил Господа Иисуса. И, наоборот, кто полюбил Иисуса Христа, тот уже не под проклятием, тот уже не под анафемой. И, а ты скажешь, а у него еще неправильное в голове там представление вообще, и у него неправильное учение какое-то. Это все утрясется, это все, как бы, придет в норму, если он будет любить во-прежнему Иисуса Христа и вникать в себя и в учения, заниматься с ним постоянно, он спасет себя тем самым. Он будет, на самом деле, а ты при осуждении своим так и останешься ни с чем. Поэтому давайте любить Господа и влюбляться в Него по-новому, в Иисуса Христа. Потому что это только одно, что может нас спасти на самом-то деле. Только любовь к Нему и все. И любить братьев. Будем стараться тех, кто так же любит Господа Иисуса Христа, тоже любить их любовью Христа. И, знаете ли, не закрывать глаза на грехи, конечно же. Но, значит, говорить о некоторых заблуждениях, о грехах. Но стараться искать вот этого общего единства и общей любви нашей с Иисусом Христом. Слава Богу, друзья мои. Да, друзья. И еще. Сегодня ведь, вот как отец Арисея напомнил тоже очень правильно. Вчера об этом рассуждали. Мы как раз там на Кловской на служении и на вечернем. И знаете, что интересно? Это в православной традиции, которая взята была еще с библейского иудаизма, суточный цикл Бога служения начинается с вечера. То есть вчера вечером, вот там на Кловской, мы уже, по сути, воскресенье уже праздновали уже. Уже начало нового дня. Новая неделя даже. Потому как недельный цикл Бога служений, он начинается с вечера субботы, то есть с воскресенья, первого дня недели. Если в католическом календаре воскресенье является седьмым днем недели, то в православном календаре, в согласии с библейским контекстом и традицией, последний день, седьмой день, это суббота. В цикле Бога служебным, я подчеркиваю. В воскресенье – это первый день недели, когда задается тон. И особенно вот Великим постом это очень четко прослеживается. И предпостовые вот эти вот подготовительные недели. Допустим, прошлая неделя, которая вчера закончилась вечером, к вечеру, эта неделя была посвящена теме блудного сына. Неделя о блудном, еще называется, или неделя о блудном сына. Были размышления об этом, кто думал, кто об этом не думал. Но, в принципе, по календарю так оно и есть. Очень интересная тема – возвращение блудного сына. Это не так, как в мультике, блудного попугая возвращение. Но смысл тот же самый, что человек заблуждался, ушел в сторону, куда-то попал в проблемы, а потом вернулся, пропадал и нашелся. Вот, и по большому счету всем нам нужно возвращение к нашему Небесному Отцу. А в еврейском оригинальном тексте слово «покаяние» первое значение имеет – «возвращение». То есть, везде, где пророки говорили о покаянии – «покайтесь», везде в первую очередь имелось «вернитесь». Вернитесь! Бог обещает все простить. Забыть. Начать сначала с чистого листа. Никогда не поздно. Бог обращается к людям – «вернитесь». А вот эта неделя, вот начиная с сегодняшнего дня и до субботы вечера, эта неделя вся посвящена другому размышлению. Вообще, в народе ее называют «масляной», да? Да. Масляная. Я вчера вспоминал стихи Пушкина, когда он говорил «И проводив зиму блинами и вином, поминки я творим мороженым и льдом». А вообще Пушкин – это тернашкирый такой россиянин, афро-россиянин, который изменил русский язык до неузнаваемости. Как бы, значит, мы сегодня говорим на афро-русском языке, по сути. А потому что русский язык до Пушкина он был совсем другим языком. Даже с самого постоянного предложения было, как в английском примерно, в современном английском. Строились так предложения. Слова по-другому переставлялись совершенно, и глаголы существительные, все вперемешку было, по-другому совсем. Не так, как сейчас мы говорим. То есть, Пушкин – это африканец, он переделал русский язык так, что если бы мы попали в Россию до Пушкина, мы бы с вами, россиян, не узнали бы вообще. Мы бы не поняли, о чем это вообще. Что-что? Это как, типа, девушка у москвичка – да, а шо? Вот мы бы и так выглядели бы, пока бы. Да, так что, вот, значит, этот африканец смог русский язык переделать так, что его сами русские не узнали, но потом полюбили. Понравился им вот такой вариант африканский русского языка. Значит, и до сих пор на нем мы разговариваем. Ну, я, допустим, это русскоязычный человек. Значит, афро-русский, получается, язык я очень полюбляю. Так вот, ну, я сейчас почему про Пушкина вспомнил-то? Дело в том, что этот теношкирый брат, он очень сильно полюбил Масленицу. Из всех традиций православных ему очень больше всего понравилось, что Масленица. И он писал, что это самая веселая неделя вообще. Вот в году веселее нет ничего. Вот, как бы, потому что море блинов и море вина, значит, и, как бы, гулянка постоянная. И вот, но самое интересное, вот в традиции православной, на самом деле, как бы, эта неделя, она называется сырная или масляная, можно назвать ее, да. Но, вообще-то, по календарю православной церкви, эта неделя, знаете, как называется? Неделя о страшном суде. Представляете? Откройте любой календарь. Московский, Киевский, наверное, не важно какой. Ну, православный календарь любой. Эта неделя с сегодняшнего дня и до субботы называется неделя о страшном суде. Вот это да. Как бы, несостыковочка получается. Самая веселая неделя, но название у нее не очень веселое. Я бы сказал, даже совсем не веселое. Скажи, допустим, обывателю на улице, который готовится сегодня погулять, допустим, на масляную, заказывает себе блины с медком, вино заказал себе, что-то еще. Готов уже погулять с друзьями. И вдруг скажи ему, дорогой друг, а вообще-то ты гуляешь на страшном суде? Это как первое время чумы, что ли? Я не понимаю, в чем смысл? Порой. Многие люди, я думаю, в тупике будут даже. Если вот именно объяснить подробно, что это неделя, а вообще-то о страшном суде. Размышления о страшном суде. И почему оно такое разгульное, веселое, непоняточки. Но история, знание истории христианства нам разъясняет очень интересную эту тему. Эту несостыковку, казалось бы. На самом деле, когда православие формировалось еще, вот в раннем средневековье, ранней Византии, четвертый, пятый, шестой век, вот в те далекие времена, богословие христианское, оно было еще тогда ярко выраженное библейское богословие, будем так говорить. Это потом уже постепенно по нарастающей, к сожалению, многие лжеучения приходили в жизнь церкви. А вот четвертое, пятое столетие, допустим, там в основном, в целом, если брать учение отцов, оно было библейским. И как такового календаря у христиан еще не было. Он только формировался тогда, в те времена. О праздниках многих понятий никакого не имели христиане, которые сегодня знаем как праздники, допустим. Это все еще только было в зачаточном состоянии. Ну и, думаю, это легко объяснить, понять почему. Потому что первых триста лет там было даже и не до праздников-то. Были гонения, были притеснения римских императоров. Там поди, знаете ли, если даже и захотел бы что-то собраться вместе, допустим, да, в большой церковью, и не соберешься. Любое большое собрание это была опасность, двойная и тройная опасность, значит. И, в основном, все христианство первых трех столетий строилось на вот таких дочерних, таких домашних, как назвать, не знаю еще их, семейных таких собраниях. И все строилось на сети таких домашних групп. Даже вот подобное собрание было очень затруднительно в те времена. Собиралась одна семья, две, три семьи, там, значит. Собирались верующие как бы на домашнее общение. Под ширмой, допустим, какого-нибудь дня рождения или просто общения. В течение разговора, банкета какого-то. Собирались верующие, молились. Потому как любое недомашнее общение, оно могло закончиться очень быстро арестом, да и смертью. Вот в те времена было так. А потом уже, когда христианство вышло из подполья, в начале четвертого столетия, постепенно как бы формировалось, ну, служение, допустим. Какой-то порядок богослужения сформировался, определенный уже состоялся. Потом появлялись какие-то празднества. Допустим, Иоанн Златоуст писал в 380 году, писал в своей проповеди. Ну, это он говорил, а с его слов было записано, что он говорит, вот предлагают в Каппатакии праздновать, допустим, Рождество Иисуса Христа. Сам Златоуст, Иоанн, он как бы недумевал, надо это, не надо делать. То есть, он не имел ответа. Он просто заявил, что вот есть предложение такое. Я не знаю, как оно, приживется, не приживется, но есть предложение, допустим. Мы знаем, что прижилось, допустим. Вот, вскоре после этого оно прижилось на Востоке, да и на Западе тоже. Так вот, и знаете ли, что интересно? Как бы много было, и хорошего, и плохого, разного в это время. Но, что интересно, было предложение такое. Неделя о страшном суде праздновать весело. Почему? Потому что в то время сохранялось библейское представление и учение о том, что верующего Христа не судится, но перешел от смерти в жизнь. Не перейдет, а перешел от смерти в жизнь. Сохранялось библейское понимание очень четкое, евангельское понимание, что имеющий Сына Божьего имеет жизнь вечную. Не будет даже иметь когда-то, а имеет уже жизнь вечную. Представляете? Ты скажешь, а я несовершенный. Вот вчера, кстати, у Паса Владимира очень четко было сказано, да? На примере, одном потрясающем примере, я уже слышал где-то пример тоже этот. Ну, из Библии, конечно же, читаем мы все это. Но в проповеди, когда звучит, это очень так ярко. Помните, в Ветхом Завете проказа, страшная болезнь, да? Лепра, когда она покрывала тело человека, и если оставалось там хотя бы немного, допустим, чистого тела, да, все остальное заразное, то священник объявлял его нечистым. Но если он полностью покрывался, да, проказой, и не оставалось ни одного сантиметра чистой кожи, а священник объявлял его чистым. Вообще, потрясающе. Как бы, ну, непонятно почему, ведь он уже такой же заразный, даже еще больше. Вообще, на нем ничего не осталось вообще чистого. А вот он чистый теперь. Интересно, и оказывается, это, ну, прообраз такой, да? Вот нашей с вами такой духовной жизни. Если мы осознаем, что мы грешники, и оставим самооправдание какое-то, да, свое. Вот, все-таки, я грешник, ну, не такой, как прочие, еще имею что-то чистое. Ты еще не чистая пред Богом. Когда полностью сдашься, да, я грешник, все. Без тебя я ничего не могу. Я нуждаюсь в тебе, Господь, все. Иисус, ты мой Спаситель. Я надеюсь не на свои какие-то заслуги. Я отказываюсь надеять на свои какие-то добрые дела, служения, что угодно вообще. Только лишь на кровь Иисуса Христа. И даже, если всю жизнь ты прорапахал на Царстве Божьем, да, на Ниве Божьей, проработал в церкви, там, прослужил все, и многих людей привело к покаянию. Даже если так, все равно, уходя с этой земли грешной, ты должен сказать, Господь, это твоя заслуга. Абсолютно, все мои деяния не приблизили даже на миллиметр меня. Если я и думаю, что это меня приближает, это какая-то чистота моя, которую я должен оставить. Все, я полностью чист. Ты моя чистота. Я принимаю чистоту Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа. Божественная кровь. И это потрясающее откровение. Это мощнейшее откровение, которое меняет жизнь. И я, как христианин, тоже отказываюсь надеяться на свои заслуги какие-то, на свои какие-то победы или что-то еще. Только лишь заслуги моего Спасителя Иисуса Христа. Только лишь в нем спасение. И это изменяет всю жизнь христианскую. Ну, кардинально изменяет. Слава Иисусу Христу, друзья мои. И, конечно, то, что было понятно в четвертом, еще и пятом столетии, допустим, христианам, которые библейски учили, библейски познавали Бога, евангельски познавали Бога, то последующим поколениям христиан, к сожалению, уже это было непонятно. Но традиция веселого гуляния осталась. А по какому поводу забыли? Хотя в календаре грозное напоминание существует. До сих пор. Календарь, как вы его тогда запустили, он так до сих пор и остался. Ну, спросите у меня даже многие священники. Многие священники в Риасах с крестами на груди, многие епископы, спросите даже, не знают, почему такая у меня состыковка в календаре. С одной стороны, о страшном суде, с другой стороны, самая веселая неделя в году. Как бы, любой нормальный гражданин, любой нормальный человек, ну, не евангельский христианин, не библейский верующий, да, а обычный гражданин, он понимает, со страшным судом не шутят вообще. Это страшный суд. Знаете ли, у мусульман, день страшного суда, когда правят в календаре их мусульманском, они все каются. Они плачут, каются в грехах своих, постятся. У евреев, возьмите, да, у традиционных ордоросальных, не мессианских, а ордоросальных иудеев, Йом-Кипур, там не до веселья. Это суровый день покаяния, поста, значит, и любой религиозный человек, мусульманин, иудей, да кто угодно, любой религии представитель, когда заговорите, если у него есть понимание страшного суда, понимание суда Бога, ему будет не до смеха, ему будет не до шуток, ему будет не до веселья, не до блинов с медком. Знаете ли, не до гостей, не до застолий. Наоборот, там, любые еврейские цадики или мусульманские эти учителя, любые религиозные дети всегда учат покаянию, смирению, исправлению и прочее. Но, знаете ли, в чем благовесть? Почему христианские отцы вот тех 4-5 столетий решили выделиться на фоне всех этих религий Рима, допустим, того древнего, да, показав, что страшный суд для нас это веселье, разгули. Почему? Потому что верующий не приходит как подсудимый, как свидетель. Да, это страшно, конечно. Безусловно, даже блины-не блины, значит, на тебе застолье-не застолье, но все равно страшно представить, что судьбы миллионов людей, миллиардов, будут решаться. Знаете ли, написано, небо и земля попытаются убежать от престола сидящего и сидящего на нем. Не найдется и места написанное. Знаете ли, земля попытается найти пятый угол какой-то, спрятаться куда-то от лица, сидящего на престоле. Не найдется и места. Настолько будет все это и зрелищно, и страшно. Но, с другой стороны, я Бога благодарю за то, что имею возможность уже сейчас зайти на борт Спасительного Ковчега. Уже сейчас, живя в этом теле, живя на этой грешной земле, ходя по этой земле, я могу уже жить жизнью неба. Это величайшее откровение, друзья мои, всех времен и народов. Это Евангелие Иисуса Христа. Благая весть для погибающего человечества. Друзья мои, будем говорить о Спасителе Иисусе Христе. В эту неделю о страшном суде, приходя в гости, общаясь, кушая блины, угощая других людей. Можно где-то говорить, можно найти момент такой, улучшить момент и говорить об Иисусе Христе, о Спасителе. Что подумай, это неделя вообще-то в календаре православной церкви, она неделя о страшном суде. Ты хочешь первое время чумы, или ты хочешь действительно вкусить хлеба в Царстве Божьем? Ты хочешь просто здесь погулять, не понимая, о чем вообще идет речь, или же действительно принять Иисуса Христа Спасителем своим, Господом своим. Но блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем, он будет счастлив на самом деле. Но даже если какой человек, он даже и подойдет в Царство, и войдет на пир, но если он не будет не брать надежды, извергнется вон. У нас лишь одна одежда, это Иисуса Христова одежда, не наша, не человеческая, Христова. Друзья, давайте мы сейчас заглянем в свое сердце, если мы, вот перед причастием обычно мы мыкаемся, молимся, вот давайте покаемся, знаете, покаемся в праведности. Покаемся, вот это очень хорошо, кстати, это очень правильно, давайте помолимся сейчас. Я не знаю, я со своей стороны хочу, допустим, покаяться в некоторых вещах, что все-таки как человек, я скажу, что как живя в этом смертном теле, я понимаю, что порой себя оправдываешь как человек. Мне кажется, что грешник, но он не такой уж как и прочие там человеки, что есть что-то во мне еще светлое такое, а дрозный должен понять, что только лишь Иисус Христос мое светлое. Только лишь его праведность. И на самом деле только лишь благодаря его жертве спасаюсь, благодаря лишь его милости спасаюсь, все больше не благодаря ничему остальному. И если я делаю добрые дела, то делаю их не чтобы заработать спасение, а чтобы на самом деле быть ему угодным, чтобы действительно прославить максимально его в своей жизни. Хочется из благодарного сердца послужить ему. Как он достиг меня, не достигну ли я ему? Отец, Бог наш сущий на небесах, я благодарен Тебе, Боже, за это собрание, за это Богослужение, за всех присутствующих моих братьев и сестер. Благодарен Тебя за наше покаяние это сегодняшнее, за это осознание Божие. По реакциям моих братьев и сестер я вижу, что многие прекрасно понимают, о чем я говорю Господь. Боже, переживают нечто тоже, но я переживаю. Бог, я прошу Тебя, Господь, пусть в сердце каждого из нас будет понимание, что не нашей праведностью, не чем-то нашим чистым, но Господь, Твоей чистотой мы спасаемся. Твоей благодатью, Твоей милостью. И как однажды один бывший работорговец, грешник, оправдывающий себя, осознал свои грехи и спел этот псалом, ставший одним из самых популярных в христианстве псаломов. О благодатье спасен Тобой и из причины бед. Были мертвы, мертвы, теперь живы. Были слепы, теперь видим, Господь. Видим свет. Спасибо Тебе, Господь, за все. Боже, прости грехи наши, Господь. И прости праведность нашу, Господь. Боже, прости там, где мы не доверяли Тебе, Боже. Прости, Господь, что надеялись на себя часто. Прости, Господь, Боже. Ты слышишь молитву каждого из нас сейчас. Ты слышишь молитву каждого сердца. Боже, прошу Тебя, Господь, услышь, Господь, всех нас собравшихся, услышь, Господь, наших друзей, братьев, сестер, что после этого собрания, после этого богослужения, после этой евхалистии будут с нами участвовать в этом всем, через эту запись, видео. Бог, коснись их также во имя Иисуса Христа. Бог, Ты знаешь их сердца. Бог, Ты знаешь сердце каждого человека, Боже. Когда наши мамы не знали, беременны они или не беременны, Ты уже знал нас, Господь. Когда мы еще были в отрубе наших матерей, и мамы наши думали, кто же родится, кем будет этот ребенок, какой он будет. Бог, Ты уже не гадал, Ты знал нас, познал совершенно, Господь. Спасибо тебе, Боже, что однажды Ты позволил нам родиться, позволил нам жить на этой земле. Господь, но еще большее спасибо за то, что Ты, Господь, не только нам дал жизнь эту физическую, но и родил нас, Господь, свыше. Боже, родил нас новым рождением от Тебя, от Своего благоизволения, от Своего хотения, Боже, от Своей любви. Боже, спасибо тебе, Господь, за все. Боже, спасибо. Спасибо, Господь. Благодать Твоя, Господь, да будешь с нами, Боже. В этом причастии, Господь, в этой Евхаристии мы действительно благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за милость, за спасение, за благодать Твою. Иисус Христос ни в ком он у меня спасения, и ни в чем другом, абсолютно. Только Ты, только в Тебе наше спасение, только в Тебе наша жизнь. Иисус Христос, за кровь пролитую на кресте, за радость Твоей, за смерть Твоей, за воскресение Твоей, за вознесение, за Твое присутствие здесь. Иисус Христос, из-за Твое возвращение. Мы принимаем в хлеб и вино с благодарностью, Господь. Смерть Твоей возвещает, Господь, да коли Ты придешь. Боже, и благодарим Тебя, Господь, за милость, с полы на Твою, Господь. Боже, Ты здесь присутствуешь сейчас, Господь. И это действительно так, это правда. Бог, спасибо. Коснись каждого из нас. Коснись наших семей, Господь. Своей рукой целительной. Наших жен, детей, наших мужей, родителей. Боже, внуков, Бог смогущий. Всех тех, о ком мы молимся. Благослови нас Господь. Благослови нас Господь. Благослови нас Господь. Тело Христово принытие источника бессмертного вкусителя. Ответови. 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 Я попрошу братья, давайте мы выйдем сюда вперед. Сейчас вот, освященники, выйдите вперед сейчас. Отсессия. Помолимся. Возьмите, пожалуйста, чашу. Дискос. И помолимся вместе. И все, кто присутствует сейчас, в служении. Пожалуйста, молитесь тоже с вами сейчас. Мы будем молиться. Будем Бога благооставлять, благодарить за все. И, знаете ли, молитесь сейчас за священников, вышедших вперед. И за нашу епархию. Вчера было у нас такое епархиальное собрание. Священники имели возможность высказаться, рассказать о том, что они делают сейчас, чем занимаются. Встречаться-то здорово. На Средине у нас была такая встреча. Слава Богу. И пусть эти встречи будут чаще, конечно, по возможности. И я хочу помолиться также об этом перед тем, как будем встречаться. Чтобы помолиться, поблагодарить господина жатвы хочу. Который выслал делателя своих на жатву свою. Хочу поблагодарить его. Хочу сказать ему спасибо огромное. За то, что совершилось. За то, что начало положено. За то, что в эти годы появились и в нашей епархии уже те священники, которые не просто будут рясоносцами, допустим, как говорится. Не просто будут называться священниками, а быть действительно таковыми являться. Фактически. И Бог призывает всех. Знаете ли, Бог призывает очень многих людей и сегодня. И мечта у меня есть потрясающая, большая мечта. Огромная. Чтобы сотни и тысячи даже священников, священников, врявся с крестами на груди, чтобы несли слово Господне, слово живое. Очень порой больно видеть священников, которые имеют прекрасную возможность донести слово и молчащих. Она ведь написана, о вы напоминающие о Господе, не умолкайте. Больно порой видеть священников, которые врявся с крестами на груди, но не несущих истину, а несущих ложь, несущих кривославие, несущих, знаете ли, заблуждение. Но пусть сотни священников несут и в Украине, и в других странах мира, несут Евангелие Иисуса Христа, несут благую весть о Спасителе нашем Иисусе Христе. И пусть в этом причастии укрепятся души наши, пусть в этом причастие хлебопреломление нашим в этой Евхаристии, пусть действительно будет благодарность Господину Жатве за наше служение. Есть очень красивый такой обычай, тоже уже тысячелетний обычай, когда совершается рукоплажение священника, то первым делом ему дается хлеб на руки. Первым, вручается, после уже всего этого рукоплажения, после уже одет уже во все, ему на руки дается хлеб. И мы служители хлеба, хлеба жизни, который сам Иисус Христос. И мы этот хлеб несем людям. И знаете ли, это прекрасно, что Иисуса я назвал хлебом. Это прекрасное сравнение, прекрасный образ вообще, потрясающий. И в нашей культуре, допустим, без хлеба поел, вроде как бы и не поел даже. И говорит, хлеб, и до хлеба говорим, а хлеб всему голова, там много всяких красивых слов интересных. Но Иисус, действительно, Он хлеб жизни. Он, действительно, все для нас. И Он укрепляет нас. Благоставляет нас. Он сейчас здесь. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, дорогой наш Господь. Спасибо тебе, Господи Жатвы. Благодарим тебя за все, Боже. Благодарим тебя за милость, Господь, за благодатьствие Твое Божие. Я благодарю тебя за братьев моих, Господь, и священных жителей, Господь, вышедших сюда вперед сейчас. И за тех, кто не смог быть сегодня здесь, кто служит в других, Господь, сейчас в церквях, городах, даже, Господь, не только в Киеве, в других городах. Боже всемогущий, благослови их там, где они сейчас находятся, даже в других странах, Господь. Благослови наших братьев, Господь, священников. Там, где они сейчас находятся, несут служение, несут хлеб жизни людям, Господь, голодным. Бог всемогущий, благослови нас. И раздели сегодня с нами, Господь, это торжество Божие. это неделя о страшном суде Божия нам есть о чем подумать мы однажды пристанем при Тобое чтобы дать отчет за все, что делали жена в теле доброе и худое Бог, пусть каждый из нас особенно из тех, кто вышел вперед из тех, кто является священнослужителем Церкви пусть Господь каждый из нас даст добрый отчет о проделанной работе и получит награду пусть никто из нас не будет опозорен в вечности, но пусть будет каждый из нас прославленным Господь в Тебе во имя Иисуса Христа благословен Ты, Царь наш Ты даешь нам и сегодня ученикам Своим хлеб Боже, и мы делим между собой делим с братьями и сестрами хлеб жизни Боже, мы молимся рассуждая над Словом Твоим мы преломляем хлеб живой сейчас, Господь и мы берем хлеб и плод в награду лозы и молимся братья, давайте плодем Тебя, помолимся вместе вознесем туда повышение все присутствующие давайте просто благословим и помолимся все вместе благодарим Тебя, Господь Бог наш, Царь наш, Владыка наш, Господь за хлеб жизни Боже всемогущий благословен Тебя, Царь наш источник жизни нашей Боже мы как на суде сейчас, Господь мы судим себя, потому что Господь Господь, Боже, мы не хотим быть осужденными с миром Боже всемогущий почему, потому что если не верующие они и в уст себе не дуют и не знают, Господь, что однажды будут на суд приведены Господь, то мы знаем Боже, и мы уже здесь на земле, Господь, Боже судимся от Тебя, Господь, Боже и Господь все недостойное дозвечется от нас, Господь мы принимаем хлеб жизни, Господь как подарок Твой, Господь как дар Твой, Господь и принимаем с благодарностью в сердце Боже всемогущий благослови нас и под виноградной лозы, Господь благослови во имя Иисуса Христа Боже наш ты сказал, что есть чаша это новый завет в моей крови, которая за вас проливается Боже всемогущий и мы действительно, Господь принимаем новый завет в крови святой в крови драгоценной надеемся не на свою праведность не на свою чистоту какую-то нет, но только на Твою праведность и Твою чистоту, Господь Боже и как в литургии православный провозглашает священник мы провозглашаем Твоя от Твоих Тебе приносящих от всех и за вся Боже, это Твое и Боже и от Твоих людей сегодня прими, Господь в ту благодарность за всех и за вся Бог всемогущий благослови, Боже и саделай, Господь благослови, Боже с обычным друзья возраст очень нравится когда возраст совершается сегодня священник говорит святы святы единств христиан в древности еще в ранности в древности всем людям в Предпрестоле всем людям Хлеб 말 святое святым святые приступите и причащайте святого Господа Иисуса Христа святые не по нашей святости а по святости нашего Господа Иисуса Христа нашего Спасителя Он Единый Святый поэтому мы поем Един Господь Иисус Христос во славу Бога Отца Аминь тело Христово примите источника бессмертного кусите тело Христово примите источника бессмертного кусите тело Христово примите источника бессмертного кусите источника бессмертного кусите бессмертного 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 пациент Бессмертного Принимаем кровь святую. Мы, Господь, с верой и любовью, благодарностью к Тебе, Господь, принимаем и благодарим Тебя, Господь, за все, за все. Хвалим Тебя, Господь. Боже наш, слава Тебе. Благодарим Тебя, Господи, Боже наш. Боже наш, мы, приобщающиеся телу и крови, благодарим Тебя за благодать Твою. Боже, спасибо за этот день и за всю предстоящую неделю, за это время, когда отцы наши, еще тогда, в глубокой древности, проволошали неделей страшного суда. Бог всемогущего, принимаем, Господь, Боже, эту веру святую, Боже, евангельскую, библейскую, что верующий в Тебя не судится, но перешел от смерти в жизнь. Боже всемогущий, благодарим Тебя за силу воскресения Твоего из мертвых. Боже, воскресаем мы, Господь, в Тебе. Воскресает Тебя церковь. Воскресает Тебя народ. Боже всемогущий, потому что то, чего Ты касаешься, это воскресает. Потому что Ты есть в воскресении и жизнь наша. И верующий в Тебя, даже если умрет, оживет. Бог всемогущий, благословен Ты, Царь Вселенной, живой, святой, воскреситель наш. Спасибо Тебя, Господь. За все, за все благодарим Тебя, Боже. Слава Тебе. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь.